Но самое главное, следует знать, что весь корень всех проблем в жизни человека находится не в том, что я сейчас описал. Поймите, что вот эти вещи, все, которые я сейчас объяснил, они раскрываются только у развитых людей. Вот сколько бы я ни говорил об обязанностях мужчины, всё равно, чтобы понять свою жену, нужно иметь глубокое сердце. И чтобы понять своего мужа, тоже надо иметь глубокое сердце. Люди не видят друг друга, понимаете, не видят, не чувствуют друг друга. Причина, почему так происходит, это бездуховность. У нас сердце жёсткое, понимаете. Каждый человек, который никогда не молился, он не знает своё сердце. Если его спросить, ты хороший человек, он скажет, я самый лучший человек. Когда человек никогда не молился, он не знает своих недостатков. Для него это тёмный лес вообще. Зато он очень хорошо знает недостатки всех своих друзей, знакомых, и так далее. Знаете, во время духовной практики, во время молитвы, когда открываешь свои недостатки, становится жутковато. Но когда ты их узнаешь, то это реально, действительно так. Поэтому самое главное в жизни человека — это молитва, это работа над собой. Это победа вот в этом, в зоне сердца. Победа, связанная с сердцем, самое главное в жизни. В этом заключается смысл вообще правильной жизни. Вот я сегодня с утра проснулся, начал молиться, сосредоточился. И дальше я описываю вам то, что я почувствовал. Первое, что я почувствовал, что я очень устал. Я почувствовал, что болезни накапливаются в теле от аскезы. Я каждый день, это каждое утро, это чувствую. Я начал, сосредоточился на святости, замер. Когда человек замирает, у него каналы начинают сначала напрягаться психически, и потом прочищаться. Сел очень неподвижно, начал находиться в неподвижном состоянии, и слушать голос святого всё глубже, глубже, глубже. И постепенно я почувствовал, что каналы психические прочищаются, лёгкости или наступило. Когда лёгкость наступила, психика пошла глубже. Дальше я почувствовал Ригу, почувствовал этот город, что этот город находится в состоянии психической депрессии, подавленности и напряжения внутреннего, ожидания такого тяжёлого. И я начал в своей молитве преодолевать это состояние, пытаться помочь этому городу, пытаться помочь разгрузить эту атмосферу, сделать так, чтобы эта атмосфера ушла. Я заметил, что у людей очень сильная неопределённость в жизни. Я почувствовал, что они как будто скованы своей судьбой очень сильно, им трудно из этих рамок вырваться, они как будто находятся в каких-то тисках. Я такое вот ощущение. И люди страдают от этих тисков психических. Им очень трудно себя раскрыть, очень трудно сделать так, чтобы сердце почувствовало свободу и лёгкость. Всё везде какая-то зажатость, напряжённость, замкнутость, безысходность. Вот такая психическая энергия. Знаете, если вы переедете в другое место, будет то же самое. Вот когда я нахожусь в Москве, и когда я побеждаю все свои болезни, начинаю настраиваться на Москву, то дальше я чувствую следующее. Жёсткость, жестокость, агрессию, хамство, грубость, бескомпромиссность. Понимаете? Это энергия Москвы. Когда я приезжаю в Германию, допустим, сейчас после вас поеду, и начну там молиться, после того, как я сниму с себя напряжение и начну чувствовать это место, то там я увижу категоричность, жёсткость, непреклонность, отчуждённость, напористость, бескомпромиссность, жёсткость, категоричность и так далее. Отчего там люди страдают? Они ходят вот такие напряжённые все. Они страдают от этой энергии. И есть такая русская пословица «Хрен редкий не слаще». Понимаете? Куда бы ни приехал, везде свои проблемы. Вот вы уезжаете из Риги, допустим, в Москву. Рига, Москва. Я жду тебя, любимый. Приехали туда, там нету вот этого. Там всё. Гуляй, веселись. Нет скованности никакой. Чё хочу, то и ворочу. Но там есть другие проблемы, понимаете? То есть везде, в мире, в этом, в каждом месте, куда бы вы ни поехали, есть свои проблемы. И поэтому не надо думать, что здесь хуже, чем там. Просто поймите, вот эти проблемы, они нужны человеку для того, чтобы победить себя. Когда человек в молитве начинает, где я начал молиться, я почувствовал, что я своей внутренней силой побеждаю вот эту вот скованность, депрессивность. У меня появились силы, и я как бы в сердце своё, моё сердце раз и вырвалось сквозь это всего. Я почувствовал, что когда сквозь это прорываешься, человек становится величественным, сильным, спокойным, радостным. И при этом сохраняется деликатность, которая присуща этому месту. Доброта, отзывчивость, желание заботиться. Понимаете? То есть, когда ты преодолеваешь то препятствие, которое находится внутри, то ты становишься здесь очень востребованным человеком. Потому что ты сохраняешь то, что здесь хорошего есть, и плюс получаешь то, чего здесь нет. Вот, допустим, женщины часто мне подходят, говорят, Олег Геннадьевич, одиночество, одиночество, невозможно познакомиться ни с кем. Одиночество — это как раз вот эта энергия скованности. Почему одиночество? А даже женщина познакомилась, ей потом очень трудно выйти замуж за этого человека, ей надо несколько лет общаться с ним, чтобы поверить, что он хороший человек, что можно выходить замуж. Это опять скованность вот эта. Ну, уже вроде познакомилась, надо прыгать замуж уже. Что делать? Нет, даже ты так не сможешь сделать, потому что у него та же самая скованность. Он тоже не может сразу, ему нужно понять человека постепенно, тоже какое-то время общаться. Видите, эта энергия, ей всё пронизано. Что делать? Объясняю. Пожалуйста, поверьте мне, и вы будете счастливы. Просто действуйте так, и вы будете счастливы. Концентрация на звуке святого человека. Слушаем голос святого человека. Кланяемся его изображению. Читаем молитву. Я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. Я не хочу поддаваться вот этой жизни, скованности, вот тому, что всё. Я хочу тебе служить. Я желаю всем счастья. То есть такой настрой. Забыть про себя. Когда человек думает о своей вот этой зажатости, чем больше он об этом думает, тем больше он страдает от этого. Он погружается в эту атмосферу. Когда человек думает о святом человеке, о молитве, то эта вся атмосфера рассасывается сама. Она развеивается. И душа становится господином своей судьбы. Она сама побеждает свою судьбу с помощью отношений с Богом. Душа — маленькая частичка Бога. Она всегда зависима. Вопрос от чего? Если мы думаем об этой скованности, мы зависим от этой скованности. Если я думаю, что я не замужем, значит, я никогда не выйду замуж. Если я думаю о Боге, если я думаю о счастье, которое даёт эти отношения, я кланяюсь Богу, я хочу служить, я хочу заботиться обо всех, я хочу всем помогать. Тогда совсем другая жизнь, понимаете? Вот Лена объединяет вокруг себя здесь людей, которые хотят всем помогать. Она каждый раз, когда мы на обеде собираемся, она не может есть даже. Она постоянно мне рассказывает, как люди все помогают всем и как здесь классно из-за этого. И потом она, когда уже все расходятся, она кушает только после этого. Целый большой батальон у ней людей, которые хотят всем служить, помогать, молиться. Объединяйтесь. У вас, Елена, есть Клуб Благость здесь или нет? Есть, да? Можно в Клуб Благость приходить, лекции слушать. Сначала нужно напитаться этой силой, понимаете? И во время этой молитвы я молился дальше, дальше, дальше. И постепенно в моём сердце появилась сила. Я почувствовал победу над судьбой. Но моя судьба находится, понимаете, мне неинтересна своя жизнь. Мне неинтересна своя жизнь. У меня раньше был какой-то интерес к том, чтобы на земле там жить. Это же классно, на земле жить. Огурчики есть выращенные в своём огороде. Просто супер. Я думаю, классно. Вот совсем состарюсь, когда кости не будут. Я буду на земле жить. Хорошо. Ну, то есть буду ходить, вальяжно огурчики кушать. Это такая мечта была. А сейчас у меня нет в этом никакой потребности. Я вот чувствую, что я живу для вас. Я хочу, чтобы вы были счастливы. У меня нет другой потребности. И я поэтому с утра настроился вот в этой молитве, потому что так жить лучше всего. Такая классная жизнь, жить для других людей. Когда человек забывает про себя, у него жизнь становится прекрасной. Она становится счастливой. Самые глубокие эмоции человек испытывает постоянно в отношениях с другими людьми. Просто отвлекитесь от себя, и вы победите всю свою судьбу.